Да, в отношениях он прежде всего отрабатывает свою судьбу. Может ли быть, что с одним человеком эта работа будет легче, а с другим тяжелее? Хиткий вопрос. Сейчас надо расскажу. Смотрите, если женщина бросает мужа, у нее в сердце поступает холод, холод. И она не может встретить никого. Или встречает живет человека, но нет ощущения родственных чувств. Для этого надо не раскаяться сначала. Она когда раскаивается, тогда потом она может найти себе другого человека. Вернее, он находится, потому что Бог соединяет людей. Но если мужчина бросает, то у него сердце становится горячим, как огонь. И это горячее сердце привлекает пламенную любовь в его жизни. Вот мужчина бросил кого-то, и что дальше происходит? Он очень быстро находит себе другую девушку. У него разгорается пламенное отношение с ним. Потом она ее бросает. Он находит следующую. И так далее. Он не может остановиться. Женщина, которая бросает, становится одинокий. И мужчина, который бросает, становится гулящим. Все это ведет к разрухе. Это приводит к опустошению человеку. Поэтому таких вопросов в голове не должно возникать. А может быть, что с одним человеком отработка кармы тяжелее, а с другим станет легче? Таких вопросов не должно возникать в голове, потому что Бог умнее вас. Мы же с ним справились, прежде всего, с Богом. Он не дурак, знает, что происходит. Стоит ли вступать в отношения, если видишь, что с ним будет непросто с этим человеком? Если вы еще не вступили в отношения, не стоит. Но если вы видите, что с этим человеком будет хорошо, это не значит еще точно, что с ним будет хорошо. Но это знак, что надо вступать в отношения. Если вы чувствуете, что все хорошо с человеком, складывается все нормально, вступайте, значит, Бог хочет, чтобы эти отношения были. Но это только начало, Лены, нашей любви. Смотрите, все сказки как начинаются. И бабушка сражает за Алёнушку, они сражаются, змеи Галиныча гробнули, все, встретились как бы. А дальше что интересные вещи происходят. И там говорится, вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Не стали жить поживать и добра наживать. Все, точка. А что дальше, никто не пишет. Как Ивановская с Алёнушкой дальше жить, никто не пишет, потому что там все и начинается. Потому что змеи Галиныча надо в своем сердце гробнуть, мой хороший. Там змеи Галиныч сидит, понимаете? И у Ивановушки этот змеи Галиныча, он чем занимается? Галенку пьет. Змей Галиныч. А у Алёнышки ненавидит Ивановушку, который пьет Галенку. И надо этого змеи Галиныча придушить сердце свое. Если видите, что с ним будет непросто, но ведь это твой объем работы над собой, и он не зависит от того, с кем ты его проходишь. Нет, немножко не так. Хорошо проходить свою работу с тем человеком, кто тебе сужен. Если человек сужен, это значит, что чувствуешь, что тебя тянет к нему. Если к человеку тянет, значит, и мучиться с ним легче, потому что никуда не денешься. Вот в подводной лодке мучиться легче, потому что никуда не деться с подводной лодкой. Там все дружатся, пустят. Никуда не убежишь. Так и в любой. Когда человек перед ледом человеком, он никуда не может убежать от него. Поругался, опять простил и дальше занял. Хорошо. Любленность — это хорошо, она нужна. Не то, что вот всю жизнь человеком начал жить, он тебе не нравится, все равно как бы обрабатывать, это неправильный подход жизни. Должна быть связь между сердцем. Вначале. Потом она тает, может совсем пройти. Но это всего лишь от того, что вы не знаете, как правильно строить отношения. Отношения начинают так же вонять, как зубы во рту. Вот если, допустим, зубы воняют по-страшному, значит, тебе это надо, чтобы их всех поддергать, поддергать свои зубы. Остаться без зубов. Никто же так не думает. Но если отношения воняют, зачем их разрушать? Надо очищать эти отношения. Зубы мы не дергаем, да? Отношения разрушаем. Это неразумно. Тебе вон дал как зубы, так и близкого человека точно так же. Еще неизвестно, что важнее. Можно, например, искусственные зубы встали, но искусственного близкого человека, как ты встали в свою жизнь? Он должен быть настоящим? С искусственным никто жить не будет. Нужен настоящий. Поэтому берегите отношения, чистите их. Нет счастья в отношениях, они грязные стали просто. Их надо очищать. Желать счастья, прощать, подсидит прощения. Причем некоторые думают, ну невозможно уже. Да вы только начните. Вот у кого невозможно? Поднимите руку. Невозможно, да? Как зовут человека? Его как зовут? Иван? Владос. Он такой глубокий человек, да? Вот такой вот. Серьезный, да? А вы забыли ведь об этом, правда? Не забыли? А почему вы не можете с ним строить отношения? Невозможно. Почему невозможно? Сейчас начнете желать ему счастья. Сейчас. Давайте сердцем, сердцем начнете желать ему счастья. Я буду за вами следить. Я чувствую ваш сердц. Давайте начнете желать счастья. Видите, в препятствии, да? Желаете счастья. Желаем, может, как формально. Формально, желаем. Вот я вам сейчас дам стакан с воды. Формально. Формально. А денин? Пустой. Давайте желать ему скончить. Вспомните скатус святого человека и скатус пошли. Вспомните скатус святого человека и подумайте о своем исключении. Получится? Не, как-то маловый. О, это очень хорошо. И так, конечно, вам нужно оттенять? Ну, это означает, что уже здесь. Ваш сердце, ничего, и сердце. А почему вам нужно оттенять? Ну, может, он хорошо, что дальше? Угу. Ну, вот и все. Видите, как мы служим. Вы говорили, невозможно просто с ним установить отношения. Но вы уже установили с ним отношения. Они же сердце устанавливаются отношения. И теперь надо это убить. У вас сейчас сердце с ним усоединит. Между вами столько обид, грязи в отношениях, типа муки. Но ваше сердце, оно не любит это все работать себе. Не любит прощать прощения, просить, трудиться в отношениях. Не любит. Оно хочет просто, чтобы они были хорошими. Вот если я сейчас иду на медицину, сяду, и буду ждать, тогда вы оставите их хорошими. Из этого что-нибудь получится, да? Нормально. Не так же и в ваших отношениях. Надо сердечки ваши очистить в отношениях. Надо прощать ему, просить прощения, желать ему счастья. Каждый день это делает как минимум часть с утра. Думайте о святом человеке, о святости. И так вот это заниматься каждый день. Вот вы думаете сейчас об этом. Вам легко об этом думаете? Легко? Трудно? Трудно. Знаете почему? Сердце каменное. Это не он каменный, а у вас там камешек внутри в вашем сердце. Надо составить себя так живо. Вы же не пробовали никогда пытаться сердцем почувствовать другого человека. Никогда не пробовали, поэтому и чувствуете, что это невозможно. У вас нет знаний. Вы первое восстановление пишите. Я рад вас видеть здесь. Я рад вас видеть здесь. На лекциях написал кандидацию в диссертацию и серьезно изучал статистику. И оказалось, что у людей меняются отношения, начиная с года слушания лекций. То есть в год где-то люди слушают лекции, начинают жизнь меняться только после года. А год они просто в тему вникают. Они просто пытаются это все понять, разобраться. А первый раз там вообще ничего не понятно. Я помню, когда я начал изучать любовное знание. Два-три года я вообще ничего не соображал, что происходит. Я просто как бы вникал в эту тему. Постепенно все открылось со временем. А петь не могу. Я всё знал.